В эфире специальный выпуск программы «Пусть говорят» Кристины, Алла, Виктории и я, крёстный папа. Пойдёмте познакомимся с девочкой. Я сегодня тоже увижу её впервые вместе со всеми зрителями Первого канала. Привет. Я влезу здесь. Главное, не улететь. Самый крёстный, самый крёстный. Привет. Морис, здрасьте. С праздником. Держите. Какой день. Какие красивые. Привет. Поздравляю, поздравляю. Прямо всех в спорах. Все уже здесь. Понятно, конечно, сейчас. Ну что, цветы на яркой ли? А это, может быть, там надо, в церкви, нет? В церкви, думаю, там будет такое количество цветов, что, думаю, можно оставить здесь. Хорошо. Для весенней атмосферы. Вот, смотри, прямо сюда. В розовом, всё в розовом свете. Вот. Смотри, прямо как здесь и было. Как здесь было, да. Смотри, красиво. Спасибо. Прямо видишь, последнее уже приготовление. Слушай, я первый раз здесь, смотри, какая у тебя здесь… Здесь, да. Кстати, хочешь покажу? Да, конечно, слушай, прямо вся история. Не надо, не надо, не надо, перестань. Да? Да? Сейчас. Красота. Красота. Всё. Пойдём, я тебе покажу. Ну, тебе куда? Может быть, как мы, сначала к твоей крестнице пойдём? Да, пошли, конечно. Она ещё спит немножко. Ещё спит немножко? Да. Я потом… Тебе всё время везёт. Ты всё время делаешь репортажи программы, знаешь, когда дети спят. У Кристины тогда, пока шла программа, девочка проснулась, понимаешь? Ну, просто чтобы все захотели завести детей, когда они видят, что дети спят, и это праздник. Ты знаешь, по-моему, мне кажется, что любой нормальный человек хочет иметь детей. И любой нормальный человек для своего ребёнка хочет создать мир. Вот я его увидел таким. Я впервые увидел вот эти все игрушки. Даже рюмстров в этой же стиле. Да, у меня ещё не было даже помыслов о том, что у меня будет дочь и что… И вот я начал потихонечку собирать это. Думаю, ну, когда-нибудь этот детский мир, этот цирк, моё цирковое детство, знаешь, всё это как-то должно было о себе знать, дать знать. И вот, пожалуйста, видишь, вот так вот как-то постепенно собралась огромная коллекция, которая потом переросла в какие-то мебельные украшения. Вот, значит, люстра, знаешь, как-то вот… Очень красиво. Ну, вы счастливы, скажите? Я думаю, что это прямо самый… Конечно, счастлив, я думаю. Ух ты! И здесь твой кабинет? Здесь кабинет, да. Этот кабинет когда-то жил на земляном валу. Так я сидел, читал журнал «Алла». А, да-да-да, помнишь? Тут он создавался, Алла сидела здесь, рисовала, придумывала. Рисовала свои картины. Вот это вот было здесь. Мы его перенесли сюда. Короче, вот такие дела. Всякие маленькие реликвии, напоминающие о какой-то жизни, о каких-то концертах. Знаешь, вот всего-всего-всего понемножку. Для того, чтобы подготовить этот замечательный мир, где царит сегодня моя дочь. И имеет право на все, что хочешь. Вот что она захочет, она имеет право на все. Девочка проснулась. Все, все, все. Ну, идемте тогда скорее. Все, все. Посмотри, как есть. Ну вот, смотри, вот. Вот пусть растет в таком красивом цветном мире. Таких странных кухол, людей. Везде игрушки уже. Везде игрушки. Везде игрушки. А посмотри, какой ей уготован трон. Смотри. Я мечтаю поскорее ее показать, ей показать Диснейленд, показать ей вот этот вот мир Микки Мауса, этих кукол, игрушек, аттракционов. Конечно, еще надо подождать. Я помню, я так вот спешил это показать, когда был Никита маленький, но он ничего не понимал, он жутко боялся этих всех ужасов, страхов. А потом, конечно, когда он подрос уже, было не оттащить его за уши от этих всех аттракционов. Но мне, я так расстраивался, мы даже с Аллой ругались очень, потому что я так хотел его затащить, а он не хотел, я нервничал, потому что мне хотелось вот праздник этот быть. А она говорит, да вот ребенок не хочет, ребенок боится. Я говорю, ну как же такой боится? Он не понимал своей дурной башкой, что четыре года очень сложно как-то показать мир так, как ты его хочешь увидеть, чтобы четырехлетний ребенок это увидел. А потом Ник, конечно, подсел на это дело, особенно Денька, между прочим. И страшно любит Диснейленд, страшно любит вот этот весь потрясающий американский праздник мультфильма. Но к тому моменту, когда Алла Виктория подрастет, уже отремонтируют, я надеюсь, Детский мир все-таки и сделают из нашего Детского мира что-то похожее на… Кстати, Детский мир это был самый… Тоже такой же, помнишь, Детская пища? …самый мой любимый магазин. Мне там с бабушкой ходили, и она… мы собирали железную дорогу. Все, надо кормить. Идем, идем. Все, это нервничает. Правильно. Сколько здесь этажей? Я с этим пиджаком хожу, здесь три этажа. Как ты думаешь, здесь, по-моему, бабочка неуместна, свинья, да? Мне кажется, вот так все хорошо. Без. Вот так, да. Без бабочки, да? Без. Ну да, как-то так. А продолжение Детского мира? Чем выше, тем больше. Тем больше мир детский. Почувствуйте разницу. Вот, типа, Филя маленький. Угу. То есть, у всех есть такие же, помнишь, в советское время? Либо ты с игрушкой, либо с телефоном. Либо с мячом. У меня и с телефоном. Тоже есть, да? Есть где-то. Да. Все готово. Все готово. Все готово. Ну что? Ну, ты готов увидеть крестницу? Какая она? О-о-о, о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о. Да. Привет. Да, маменька. Привет. Да, что ты меня бугаешь? Да, папочка моя. Это папочка моя, папочка моя. Мамочка моя, моя девонька. Да, улыбалась. Улыбалась. Моя красавица. моя красавица ну вот посмотри свою крестницу это твой папа крестный андрюша первая встреча первая встреча папа креста не бойся хороший очень хороший улыбнулась тебе возьми на ручки не бойся дома ну-ка мы дома хорошим где мы-то папочка твой крестный дома хорошая девочка у нее сегодня такой праздник да 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 такой праздник большой-большой праздник а как она будет красивая у нас а какая у нас будет красивая девочка сегодня и такие наряды все же и наряды все мои друзья что-то дарили за это время просто и вне они не требуют они лорак и и все но просто девочки все просто превзошли себя вот ну как тебе а посмотри какой у нас балкончик море открой пожалуйста коля мы мы же теперь увидим настоящую детскую вы все говорили какой детской снималась программа но чтобы она нам делать если нам надо было срочно с тобой делиться впечатлениями с народом что нам надо было делать речь идет о суррогатном материнстве но я это сегодня и не скрываю сегодня мне 44 года я понимаю что я понял что я не могу быть один я понял что я готов к тому чтобы стать отцом у меня нет любимой женщины которые сегодня рядом со мной и а ребенок в этом не должен быть виноват и не должен быть виноват и чувствовать себя я каким-то образом обделенным несправедливостью того что но не встретил я филиппа вот любовь своей жизни и почему же я теперь должен быть наказан судьбой и не иметь рядом свое продолжение это было бы неправильно это было бы несправедливо и я очень благодарен той женщине которая взяла на себя миссию подарить мне ребенка и лишить меня одиночества ну-ка посмотри какой вид она видит каждое утро вы даже не представляете какой воздух здесь каким она дышит все-таки это конечно не загазованный центр здесь все должно напоминать я хочу чтобы я понимаю что у нее есть уже иконы но это валаамская иконы божьей матери мари 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 я хочу что андрей дарит подарить это уникальная икона валаамской божьей матери единственная икона которая была в космосе который космонавты брали в космос это валаамскую икону божьей матери поэтому я хочу чтобы она ее защищала и будет здесь рядом с ней спасибо тебе и конечно нарядов много но там еще целый комплект тоже все где-где пока вот там очень хочется очень хочется знать видеть потому что вы так коробочках дарит а потом знаешь не понимаешь и где от кого хоть знать что это платье твоего от андрюша твоего крестного посмотри посмотри какие красивые ой смотри сандалики будет полный комплект и сандалики бочки даже так что как раз и даже мой торт и твой торт и конечно из памперсов твой здесь видишь а ты а ты посмотри какая у нас колыбельная здесь ты посмотри как какие хорошо тут а посмотри какая она тихая какая хорошая смотри тянет ручки к тебе тянет ручки к тебе как хорошо у тебя в гостях как у тебя красиво красиво а музыка какая какая у нее мне нравится что это кафу это специальная мелодия а вы посмотрите какие здесь а а подромче сделай сейчас вот это вот счастливый ребенок мотор для детей уже сукс она у нас под тети нам крылом в этом плане когда меня нет поэтому мари ей и моцарта все-все-все-все-все в сборе у нас могучая ручка и она подпевает на какой колыбельные у нас же школа музыкальность я давай посмотрим давай посмотрим наряды а много снега тонут дома снова в югой душу зима руки больно жгут провода если хочешь я сегодня уйду навсегда мне не жаль тебя мне жаль мне жаль этот вечер сердца больше нет любить больше не чем так на Много снега, чьи-то следы Знаю точно, это не ты Снова праздник наш, Новый год Я смотрю в окно и знаю, никто не придёт Мне не жаль тебя, мне жаль эту зиму Ей любить тебя невыносимо Мне не жаль тебя, мне жаль этот вечер Сердца больше нет, любить больше нечем Мне не жаль тебя, мне жаль эту зиму Ей любить тебя невыносимо Мне не жаль тебя, мне жаль этот вечер Сердца больше нет, любить больше нечем Мне не жаль тебя, мне жаль Ей любить тебя, мне жаль тебя Мне не жаль тебя, мне жаль этот вечер Сердца больше нет, любить больше нечем Давай посмотрим на ряды. А вот это. А здесь те обуви, которые маленькие, еще большие мы здесь кладем. Это прошло у нас, а это будущее у нас, так что у нас все. А здесь мы взвешиваемся всегда. А, это же весы, вот правильно. Здесь мы всегда взвешиваемся. А вот, собственно говоря, наряды нашей принцесски. Ну да. А что мы выбрали для крещения, в каком? Вот в этом? И это будем менять. А сейчас будет сюрприз, когда она выходит от дома. Мы не можем без шоу-бизнеса. Вот это. Уже гавочку учим. Да. Кто там? Собачка гавкает. Ученые. Вот такие мы. Вот такие мы. Вот такие мы маленькие. Ну ты купаешь, скажи. Это любимая поза. Любимая поза. Вот это, да? Да. У папы на животе? Любимая поза. Любимая поза. Идите отсюда. Ой, любимая поза. Эй, ты, Масечка. Хорошо у папы? У папы лучше всех. Да, скажи, тепло, уютно. У папы лучше всех, да? С папой лежать. С папой лучше всех. Скажи, безопасно. Рядом. С самым любящим папой, который все готов сделать для своей принцессы. Все, все. Она это знает уже. И она это знает уже. Она это знает уже. Слова нет в лексиконе нет. Папа подготовил сегодня ей подарок. Знаешь? Ммм. Да. Папа подготовил подарок, который еще никто не слышал. Зачем секунду, я вам потише делаю. Она первая слышит. Ты в глаза твои посмотришь, и дыхание затаят, и дыхание затаят. Неожиданно увидеть отражение себя, отражение себя. Алла Виктория, Алла Виктория, Дочка, как прекрасно твое имя. Алла Виктория, Алла Виктория, Всех цветов на свете ты прекрасней для меня. Я над высокой днём и ночью буду идти, когда захочешь, если не тень и не гроза, Алла Виктория. Только сейчас поверю в чудо, я за тебя молиться буду. Лишь просмотреть в твои глаза, Алла Виктория. Алла Виктория, Алла Виктория. Алла Виктория, Алла Виктория. Кто поёт? Папочка. Папочка, моя дама. Папочка поёт, моя золото. Моя рыбочка, наша Павлиночка. Так и на пицце. Моя рыбочка, моя дама. Алла Виктория, Алла Виктория, Дочка, как прекрасно твое имя. Папочка, моя дама. Ребята, пора одеваться. Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Пора одеваться. На крещение, на мое. На крещение, на мое. Да, да, время уже. Моя маленькая. У нас на платье уже полегала. Полежали чуть-чуть? Полежали чуть-чуть. Ну, давай. Ну, как ни без этого. Давай. Давай переоденем. Давай к тёте переходи, к тёте. Моя рыбочка, моя пресса. Тёте переходи, будут одевать тебя сейчас. Ну, ёлку мы ещё не выбросили, это называется. У нас до сих пор Новый год. До сих пор Новый год, да. У нас Новый год. Скоро 1 мая, а мы всё ещё... У нас Новый год. У тебя тоже балкон? У меня тоже балкон. Милости просим на балкон. Это наш совместный с дочерью балкон. А, то есть она выходит с этой стороны, и ты выходишь с этой стороны. Не знаю брата. Вот тут её дверь. Тут стоит коляска. Не, ну летом здесь будет прекрасно сидеть, всё расцветает. Нет, здесь потрясающая территория огромная. Здесь нет никого. О, смотри, там пустые поля, видишь там. И сегодня, конечно, я вот сейчас говорю с тобой, а у меня вот всё не на месте, потому что все мысли там, как это всё пройдёт, как она это всё перенесёт. Детки же обычно так плачут. Ещё смотри, видишь, ещё холодно, как её окунут в эту холодную воду три раза, бедненькую. Воду подогреют, не переживай. Как удалось тебе не говорить никому 9 месяцев? За эти годы свои я так разочаровался во всех и потерял доверие вообще практически ко всем, что мне пришлось эту самую главную радость жизни, наверное, любого человека хранить в себе практически. Потому что кроме очень-очень близкого круга моих близких людей об этом не знал никто. Даже родной папа. Знали три человека действительно. Алла, Максим и Кристина. А с кем ещё я, по большому счёту, могу в этой жизни поделиться? Прятал, скрывал как мог от всех, где, что, когда. Ну, понимаешь, уберишься, спрятаться мне не удаётся никогда. Я всегда был в белой вороне, поэтому всё время просто надел этот белый пиджак. Ну, для меня это праздничный день, ты знаешь. Ну, ещё было ещё. Вербное воскресенье, всё так красиво. А ты, прёстный папа вообще. Мы с тобой вообще стали родственниками. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Я помню, когда тебе это сказал, и когда согласился, я аж выдохнул. Потому что я не представляю себе другого крёстного для неё. Ты был всегда рядом. Столько всего совпало, что просто я думаю, что о таком крёстном могут мечтать все в этой стране нашей. И тебя, конечно, может, после этого будут разрывать все подряд. Но я благодарен, что ты выбрал мою семью, мою дочь, и теперь уже буквально несколько часов твою крестницу. Спасибо. Спасибо. Так, пойдём, а то, наверное, уже... Тебе уже пора, наверное, тебе надо одевать уже шапочку. Одевать шапочку. Да, да, да. Последний штрих. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Сейчас, сейчас, сейчас идём, ага. Моей любимой дочери в её первый Новый год от папы Филипп. Первый января. Сегодня Кристина у дочери Филиппа Киркорова. А вот и вы. Посмотри, какие вы красивые. Вообще, ну ты модница. Велкам до желудка. Велкам до желудка. Посмотри, любимый папин наряд, когда ты... Он начинал с карьеру с таким... Курткой такой. А, с курткой, да, да, да. Который взял с Кинг-Конг жив, понимаешь? Вот, мы едем сейчас туда. Какая-то красивая. Держи. Ой. Моя маленькая, иди к своему крестнику. К реклёстному. Ну. Сейчас поедем в центр. Сейчас поедем, сейчас поедем, раз помчимся. Ну, конечно, папа постарался такой. А? Папа постарался. Ну, это папа постарался. А посмотри, как тётя... Если бы не тётя, я не знаю, как бы я справился бы вообще с этим всем. Да, да. Ну, что, поедем? Давай бери, Куртик. Ой. Ой, моя маленькая. Моя маленькая принцесса. Поехали. Дедушка, пойдём, подготовил там какой-то подарочек тебе. Пойдём. Ой. Диснейленд сам к нам пришёл. Вот туда ставится ребёнка и он ходунки. Ой. Ты посмотри, какая красота. Ммм. Дедушка. На, иди к дедушке. Да. Скажи спасибо. Спасибо. Спасибо, маленькая. Маленькая моя. Ой. 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 Принцесса. Я не дождусь здесь, чтобы ты вошла и пыталась. О. Ещё вот так вот крутится. Ой, крутится у неё тут. Куда хочет, туда идёт. Ну, просто смотри. Вся в подарках. Ой. Потягушечки-зевушечки. Потягушечки-зевушечки. Папина дочка. Да, да, да. Папина дочка. Ну, правда, вот глаза твои. Смотри, улыбается. Да. Да. Похоже, да папа. О, играет. 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 Это папина супруга Людочка. Вся семья в сборе сегодня. Вот так. Малахов. Хрёстный. Папочка здесь. Вот. Папочка здесь. Марья, как часа не успевает? Подобрать сестра. Да, да, да. Пойдёмте. Что ты не... Всё хорошо. Ну? Осторожно смотри. Да. Филипп, что ты что-то тебе не нужна? Нет. Нет. Мне ничего не нужно. Что-то тебе не нужно? Почему так жесток снег Оставляет твои следы? Не даёт до утра спать Снег растаявший он вода. Ты одно лишь должна знать Я люблю тебя навсегда. Не даёт до утра спать Снег растаявший он вода. Ты одно лишь должна знать Я люблю тебя навсегда. Почему голоса звёзд В полумрака едва слышны? Ветер слёзы дождя принёс Только слёзы мне не нужны. Разучилась смотреть вдаль Разучилась считать до ста Разучилась любить февраль Он украл тебя навсегда. Да. Разучилась смотреть вдаль Разучилась считать до ста Разучилась любить февраль Он украл тебя навсегда. Разучилась любить февраль Он украл тебя навсегда. Разучилась любить февраль Он украл тебя навсегда. РазучиласьRE Забыть Разучилась литер Разучилась Rocket Не вернуйте. Если хочешь, иди! Иди, если хочешь забыть! Забыть! Столько знай, что в конце пути Никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути Никого уже не вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода Илигорь Негода Здесь, да, странно-то. Алла Борисовна, Алла Борисовна, Алла Борисовна. Не чувствовал вас сегодня. Знаете, почему именно в этом храме он был? Здесь отец-настоятель, Филипп. Да, он часто сюда сам? Ну, вы знаете, я его не сопровождаю в таких походах, поскольку церковь это очень личное дело для каждого. Спасибо большое. Спасибо, пожалуйста. Сами выбирали подарок? Делали. Делали? На заказ? А кто сами, расскажите. Внучки мои, я делал вместе. С праздником. Спасибо, с праздником. Что вы приготовили для авторий? Кристины, Кристины. Аня, как настроение? Отлично. Потрясающе. Что вы приготовили для авторий? Спасибо. Мешаю. Поздравляем вас. Спасибо. Спасибо. Какие эмоции. Благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего. С ним же благословен Иси. За Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и пресно и вовеки вековом. Аминь. Престными были же уже до этого? И Андрей были вы, да? Да. И Наталья была. Знаете, что невозможно в этом возрасте преподать ребенку познание добра и зла. И вот миссия великая вас, Андрей и Наталья, научить маленькую Аллу, как всегда оставаться на стороне добра, как служить добру, как сохранить обеты, данные в крещении, на всю жизнь. Отрицающий ли си сатаны, всех дел его, всех агил его, всего служения его и все гордыни его, Андрей и Наталья, говорим, отрицающий ли си сатаны, всех дел его, всех агил его, всего служения, всех гордыни его, еще раз повторяйте, отрицающий ли си сатаны, всех дел его, всех агил его, всего служения, всех гордыни его, еще раз Андрей и Наталья, отрицающий ли си сатаны, всех дел его, всех агил его, всего служения, всех гордыни его, еще раз Андрей и Наталья, отрицающий. на пол и плюйте. В доме Филиппа произошло чудо. Сам Господь благословил и Филиппа, и дом, и девочку. Приходил священник и приклеил иконки. Ну, видно, чтобы в доме было хорошо, чтобы ребенок был хорошим. Мы сидели, пили чай. Я просто посмотрела как-то так на стенку и от иконки, которая почти там около потолка, смотрю, идет полоска. Полоска от этой иконки мироточила. Только под другую руку священник. Прещай Царва Божия, Владенец Алла, во имя Отца. Аминь. И Сына Аминь. И Святая Городовка. Аминь. Все, все, все. Все, все. 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 Не ломан. Нет. Еще этот крестик сейчас еще. Ащи, кто хочет идти по мне речи, Господь, да отвергаться себе в одно крест и в последующие время. И Сына, и Святаго Духа. Аминь. Облачается Божия, младенец, Алла Вризу Правда и благословляйте всех своих сын и Святаго Духа. Аминь. Все. Рубашечку одеваем, пеленочку и пока больше ни во что не одеваемся. Алла Виктория, я поздравляю тебя. И Макс тебя. И я присоединяюсь. А что пожелаете тебе малышку? Какая же у меня жизнь нужна? Здоровья пожелаю. Это самое главное. Тогда и жизнь сложится. А каким она станет? Ну, кто же это знает сейчас? Аминь. Ну, наши дела. На самом деле, если когда-то Алла Борисовна выносила Филиппа из роддоба, то я, можно сказать, на крестинах оказался. Через 20 лет посмотрим, что сейчас говорит. Пускай растет. Пускай этот ребенок будет для него в жизни таким фундаментом, таким большим счастьем. И действительно, пускай он не останавливается. Пускай помимо девочки будет еще и мальчик. Аминь. Аминь. Вот так пережить это. Что же она? Она же кричала страшно. Кричала, да? Вот все время кричала. Потом такой даже тяжелый. Еще раз. Говорите аминь. Селив. Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара Духа Святого. Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара Духа Святого. Аминь. Во-первых, она не издала ни одного звука сегодня. Я такого умертворенного ребенка еще не видел. Пожелать счастья, наверное, здоровья, чтобы у нее все состоялось в жизни, так, как желают ей родители, дедушки, бабушки. Может, правильные бои? Печать дара Духа Святого. Царапа Божия Алла, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В ней Деда Дом Твой поклонится к храму Святому Твоему в страсте Твоем. Пойдемте дальше. Печать дар Духа Святого. Не пикнула даже. Покой. За час. Не пикнула даже. Похоже на это. Она сумеет выговориться еще. Крестные, мама с папой, поднимайтесь сюда. И вот здесь вот слева посмотрите, пожалуйста. Смотрите, кто вы сами. Филиппин Росыч, пожалуйста, сюда тоже. Давай. Вот, ну, берите эту тренажечку. Дорогие братья и сестры, я сердечно с чувством огромной радости приветствую всех вас в этом храме сегодня, в день большого праздника церковного, верного воскресения, а также в день, когда с Божьей помощью в этом древнейшем московском храме, где никогда не прекращалось богослужение, вот именно в этом месте, было совершено Таинство Святого Крещения, рабы Божие, младенцы Аллы. Филиппин Росыч, если хотите вы поприветствовать и выразить свои чувства, я думаю, что это правильный момент, когда можно это сделать. Спасибо большое. Я очень благодарен вам, отец Тимофей, что сегодня случилось в моей жизни событие, которое я очень ждал, мы очень волновались. Я благодарен, в первую очередь, конечно же, крестным, которые сегодня взяли на себя эту миссию ответственную. И на самом деле сегодня здесь все мои друзья, здесь мои родители. К сожалению, нет мамы, но по удивительному стечению обстоятельства сегодня совпало великий праздник вербного воскресения, совпало именины Аллы, поэтому сегодня мы здесь собрались, и совпало день рождения моей мамы, которая тоже оказалась 8 апреля. Это стечение обстоятельств, которые просто как-то свыше определили сегодняшнее событие в моей жизни, и я очень благодарен всем, кто пришел, потому что здесь самые близкие люди, здесь мои друзья, здесь моя семья, здесь те, с которыми в моей жизни связано очень много теплого, хорошего, доброго, которое я хотел бы, чтобы передалось Аллочке. Поздравляем, я так и поздравляю. И назовем Максимом. Ну, во всяком случае, буква М учтется в именине. Покойник. Все хорошо, молодец. Все на месте. Задание приняли. Братика тебе будем делать. Братика так, братика. Твою дочерью принес первый орден в жизни. Это орден святой Анны. Это очень сильный. Дай мне посмотреть. Маленький. Посмотри, какой сладкий. Это твой орден от Геночки. Первый орден. Он с тобой в один день родился. Не сделанный моими внучками. Филипп, это свидетельство о крещении в память о том, что было совершено сегодня. И на первой зубе, хотя и не крестный, но все равно, пусть будет с ангелом-хранителем ложечка. И то, где это происходило, описание того, что связано с этим храмом. Даю и забираю куда-нибудь. Спасибо, дорогой. Спасибо. Спасибо. А вот ты, Анна. Мир вступает. Новый, красивый. Вы ее переоденете в розовенькое? Сейчас надо уехать, потому что мы будем депидемер влечить. Ну что, вот и все. Спасибо. Это секрет. Давай, давай с микрофоном. Спасибо. Отмечать как будете? Весело. Весело. Моя Виктория, моя Виктория, Твоя любовь мне дарит время золотое. А жизнь-то коротка, ну вот моя рука, Я до конца пройду весь этот путь с тобой. Так долго я тебя искал, По лабиринту днешь я шел по следу. Но ты меня дошла, И крылья мне дала, Моя Виктория, моя победа. Моя Виктория, моя Виктория, Моя любовь мне дарит время золотое. А жизнь-то коротка, ну вот моя рука, Я до конца пройду весь этот путь с тобою. Моя Виктория, моя Виктория, Твоя любовь мне дарит время золотое. А жизнь-то коротка, ну вот моя рука, Я до конца пройду весь этот путь с тобою. Моя Виктория, моя Виктория, моя победа, Твоя любовь мне дарит это время золотое. И я клянусь, я клянусь, что до конца пройду Весь этот путь с тобою. Моя Виктория! Андрей Малахов, крёстный. Кто стал крёстной мамой? Секрет. До сих пор? Да. Ну а вы рады, что стали крёстным для Филиппа Киркорова? Ну я рад, что мы теперь родственники, конечно. А, конечно. Отмечать как будете? Ну, учитывая, что сегодня можно есть рыбу, поэтому отметим рыбным меню, да. Скажите, какое имя вы выбрали Алла или Виктория для крещения? Алла. Сегодня именины у Аллы. Каждый смог подержать на руках. Да? Да. И вы подержали? Я подержала. Ну, очень на Филиппа похожи. Очень, одно лицо, правда. Мы все желали ей быть любимой ровно настолько, насколько она любима вот сейчас, в эту минуту, чтобы с ней было всю её жизнь. Симпатичная, безумно похожая на папу девочка. Я думаю, что Женя после того, что мы увидели, какая девочка спокойная, естественно, пожелал ей стать олимпийской чемпионкой. Такой же спокойной. Потому что с таким характером можно реально стать. Что вы чувствуете, Филипп? Счастье. Какое все-таки имя дали дочке? Филипп, она не капризничает. Все, закройте. Не-не-не, мы идем. Мы снимаем. Оль, забирай нас. Сегодня было так красиво в этом соборе, эти молитвы. А что говорить о девочке, которая просто не издала ни звука, да? Такая выдержка, такая, потому что моя плакала, моя немела. Сегодня у меня двойной праздник, потому что накануне мы крестили мою доченьку. Я безумно ему благодарна за то, что он принял на себя такую ношу, да, быть крестным отцом моей дочери. Это тоже не просто так, да, что он так вот, они родились одному года, и думаю, что будут подружки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Семь цветов на свете» «Симон» 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 Вот такой у нас ход в люди. Спасибо. В этом родившемся чуде, в этой девочке, посланной мне Богом, я вижу воплощение своей мечты, чтобы рядом со мной была и мама, и любимая жена. Поэтому, если мне Бог дал такую возможность сегодня ощутить это счастье, появление этого ангела на свет, то теперь в ней, в своей Алле Виктории, я вижу все то, что я видел в этих двух женщинах, и отдам ей все то, что не додал моим двум любимым женщинам. Ты в глаза мои посмотришь, и дыхание затаят, и дыхание затаят. Алла Виктория Всех цветов на свете ты прекрасней для меня Я на твой слов и днем и ночью буду идти, когда захочешь, если метель или гроза, Алла Виктория Только сейчас поверь, я за тебя молиться буду, лишь бы смотреть в твои глаза, Алла Виктория 12 лет назад Светлана Мальцева из Башкири родила двух близнецов Кирилл и Никиту. С тех пор она их никогда не видела. Милиция приезжала, и приезжала все кровь. Забрали детей и сказала, что якобы я гуляю, и у меня нету недели дома. Как наклеветал все это. Каждый вечер смотрим на фотографии и желаем им спокойной ночи. Все эти годы близнецов воспитывали бабушка с дедушкой, которые скрывали от внуков, где их родная мать. Кирилл, Никите привет. Встретимся в Москве. Потом в Вашингтон поедем, наверное, в Чикаго или куда, я не знаю. Ты же мужик, держись хорошо. Заменила я им мать. Все больше обложила. А теперь их нету. Буквально на днях из газетной заметки Светлана Мальцева узнала, что ее сыновья уже полгода живут в башкирском приюте, и сейчас для них ищут новых родителей. Да, Муха, скучала. В нашем следующем эфире. Из-за чего братья-близнецы оказались в детском доме? И почему Кирилл и Никите при живых родителях и опекунах ищут новую семью? И могут ли мальчики иметь свое мнение в 12 лет? Кирилл и Никите при живых родителях и опекунах ищут новую семью?